Привет, сегодня в видео я расскажу тебе о флагманских беспроводных наушниках OnePlus Buds Pro. А если точнее, то мы попытаемся понять, за что же такое уникальное в своих наушниках компания просит целых 130 долларов. И здесь я бы хотел отметить сразу, что уже заочно до их покупки я считал, что данные наушники не стоят своих денег. По сути ничего не поменялось и сейчас, 130 баксов для них все же дороговато. Разумеется, в определенных моментах я наушники недооценил, а вот в каких-то все подтвердилось. Проделав все необходимые тесты и получив довольно неоднозначные результаты, могу сказать, что красная цена этому девайсу не более 100 долларов. И за эти деньги наушники реально классные. Надеюсь, в скором времени цена на них снизится, и вот тогда-то они будут топ. Ну а пока, поставляются наушники в коробке из плотного картона. Выкрашены фирменные цвета компании, красный и белый. Как снаружи, так и внутри все-таки намекает на премиальность устройства. Все под стать цене. Внутри тебя встречает кейс с уложенными в него наушниками, конверт с инструкцией и гарантийным талоном, отдельная упаковка с амбушюрами и коротенький красно-белый кабель для зарядки. Первое, насчет чего я ошибся, материалы кейса и наушников. Вживую устройство действительно ощущается намного круче, чем выглядит в кадре. Я могу с уверенностью сказать, что на это дело производитель не поскупился. Качественный матовый пластик, аккуратная металлическая петля с плавным ходом без люфта, а также сами наушники с этими облитыми хромом ножками – все это действительно дизайн достойный флагмана. Ощущения и правда непередаваемые. На это мало просто посмотреть, устройство надо подержать в руках, чтобы проникнуться всеми этими нюансами. Зарядный кейс открывается по типу пудреницы, формат можно сказать pocket-friendly. Его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 60 на 49 и на 25 мм соответственно. Вес кейса с наушниками внутри получается 59 грамм без 50. На передней стороне встроен статусный индикатор состояния, а на противоположной имеется Type-C разъем для зарядки, помимо которого в корпус встроен и альтернативный способ пополнения энергии. Катушка беспроводного интерфейса располагается в нижнем торце корпуса. Емкость встроенного аккумуляторного блока – 520 мАч. Внутри между посадочными местами наушников расположена кнопка активации и сброса устройства до заводских настроек. Нажимается она мягко, без характерного щелчка. В целом, как я уже успел отметить, сборка мега качественная, тут вообще без претензий. Сами наушники очень удобные. Ножка отделана хромом, а основная часть звуковода матовая. В ушах гарнитура сидит превосходно, в особенности благодаря мягким комплектным амбушюрам. Лично мне менять их не пришлось, подошли самые большие из набора. Ну а плотность и правильность посадки наушников можно всегда проверить, пройдя специальный тест. Вообще, что касаемо софта, то здесь есть два пути. Для смартфонов OnePlus все настраивается в телеоболочке, непосредственно в Bluetooth-подключениях. А для сторонних смартфонов имеется программа Hey Melody. Она доступна как для Android, так и для iOS-систем. Посмотреть уровень заряда аккумулятора наушников и самого кейса можно в верхней части экрана. Ниже находится бар с режимами, для выбора доступны шумоподавление, прозрачность и стандартный сценарий работы. Функция активного шумоподавления имеет три градации. Это слабая, умная и максимальная. Все они работают в диапазоне от 15 до 40 дБ. Непосредственно умное или адаптивное шумоподавление работает во всем этом интервале в зависимости от твоего окружения. Максимальная надстройка давит на уровне до 40 дБ, ну а слабая больше подойдет для таких локаций, как улица или какие-то общественные места, парки, ТЦ или вокзалы. Хотя как по мне, здесь самым оптимальным будет включить умный режим и пусть он сам решает, сколько нужно давить по шуму. В целом по его работе у меня вопросов нет. Он справляется с поставленной задачей неплохо. В метро, на улице и в магазинах полет замечательный. В шумных холлах, в старых вагонах поездов, в автобусах, во время прослушивания музыки посторонних неприятных шумов не было слышно. Остаются разве что отголоски верхнего диапазона. Но с этим, увы, уже ничего не поделать. И вот немалую долю в этом играет и посадка наушников. Так что напоминаю, тест на прилегание лучше пройти. Обратная сторона ANSI, режим прозрачности, здесь немного странно и непривычно работает. В первые секунды активации транслируется абсолютно все вокруг. А затем, как будто бы анализируя окружающие звуки, ярко выраженная высокочастотка гасится. Это кстати в особенности хорошо чувствуется, когда в наушнике задувает ветер. Вполне допускаю, что так сделано именно для защиты слуха. Но по-хорошему, при таких раскладах, для разговора с кем-то музыку придется убавить по громкости. Что сделать с самих наушников, увы, нельзя. И вот мы так плавно и тактично подошли к управлению функциями мультимедиа. Они здесь работают посредством сжатия ножки двумя пальцами. По какой-то причине регулировки громкости в наушниках не предусмотрено. И это, как по мне, один из очень весомых недостатков, особенно учитывая их цену. Переназначить действие можно лишь на один жест тройного сжатия. Для выбора доступны функции перемотки назад или вызова ассистента. Одинарное сжатие отвечает за плей-паузу, а двойное переключает композиции вперед. Датчики автопаузы, безусловно, на борту имеются и в моем случае отрабатывают безукоризненно. Из интересных особенностей в наушниках есть режим Zen Air. Это своеобразный сет из пяти успокаивающих звуков природы, один из которых, по твоему выбору, закачивается прямо в наушники. И в любой момент позволит немного релакснуть под звуки дождя, костра, леса или чего-то еще. Не могу назвать данную опцию какой-то киллер фичей, ведь если уж кому-то и нравится слушать подобное, то эти же звуки можно и в смартфон закачать. Помимо теста на прилегание наушников, в настройках имеется и второй, так называемый Audio ID – персонализация звучания. Его я также рекомендую пройти, ведь звук он поменяет в лучшую сторону. Хотя, признаюсь честно, мне и так звучание в этих наушниках нереально зашло. С моими смартфонами они играют по аудиокодеку AAC. Но производитель в промо-материалах гордо заявляет о доступности более качественного кодека LHDC. И вот здесь-то и кроется маленькая такая деталь, обозначенная под сноской мелким шрифтом. Дело все в том, что данный аудиокодек доступен лишь при работе с флагманскими смартфонами компании OnePlus 9 и 9 Pro. Хотя недавно выяснилось, что и для Nord 2 этот кодек работает. Причем, по слухам, на момент выхода этого обзора даже флагманы передают сигнал по AAC. И необходимо ждать какую-то новую прошивку. Подтвердить это или опровергнуть я не могу, так что тут уповаю на владельцев 9 и 9 Pro. Напишите пожалуйста в комментариях, как у вас обстоят с этим дела, если вы купили себе такие наушники. В любом случае, у меня хоть и OnePlus, но Nord CE. И мне уж точно не видать этот LHDC, как и с большей долей вероятности и владельцам прошлых поколений 8-7 и так далее. И тем не менее, даже по кодеку AAC наушники звучат очень круто. Могу обрадовать любителей баса по этой части наушники просто огонь. Звучание здесь обеспечивают 11-мм динамические драйверы и вот вся частотная картина здесь великолепна. Ничего не выпирает, высокие не пытаются высверливать мозг, баланс просто шикарный. Звучание объемное, бархатистое, с хорошими плотными низами и атмосферным мид басом. Все инструменты хорошо различимы, каши нет даже на максимальном уровне громкости, который здесь, к слову сказать, с очень большим запасом. Мне лично даже 80% в большинстве случаев хватает. Я думаю будет не лишним развенчать здесь еще один миф. Ходят слухи, что с телефонами сторонних производителей наушники играют тише. На самом деле это не так. Тестил их с Poco Extreme FC, Realme Narza 30 и с основным Nord CE. Звучат они одинаково. Просто нужно в режиме разработчика включить абсолютный уровень громкости, потому как по старинке у многих он отключен. Что же касается автономности, то свой тест я проделывал на уровне 100%, и мой результат в обычном режиме составил 5 часов и 22 минуты. Разумеется, с включенным шумодавом или функцией прозрачности наушники отыграют меньше. Кстати, как и положено флагманскому устройству, кейс поддерживает функцию быстрой зарядки не только для себя, но и для наушников. 10 минут проведенных внутри футляра обеспечат тебе от 1 до 2 часов дополнительного музыкального наслаждения. И разумеется, это значение будет зависеть только от твоих предпочтений по децибелам. Ну а прямо сейчас я предлагаю тебе оценить качество работы встроенных в наушники микрофонов. Ну что же, у нас на очереди первый тест наушников OnePlus Buds Pro. Таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне всегда порывами здесь задувает ветер, и, собственно, вот так вот отрабатывают шумодавы при каком сценарии использования. Довольно сильные порывы, шум от дороги, скорость около 70 км в час. Ну и вот как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты, допустим, будешь с ним разговаривать по вот этим наушникам, открыв окна нафиг. Как-то так. Ну а теперь еще один тест. Тест в машине с печкой. Я сейчас выкручиваю ее вот так вот на максимум. Она потихонечку набирает обороты и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Я сейчас включил специально, чтобы ты послушал при каких условиях данный тест проводится. Ну, в общем, вот как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим наушникам, ну, сидя, обогреваясь в машине печкой. Ну, вот так отрабатывают микрофоны в наушниках OnePlus Buds Pro. В торговом центре, если честно, разумеется, народа здесь не так много. Зашел попить копейку. Ну, и, собственно, решил подснять такой небольшой тестик их работы. Здесь есть такой небольшой фоновый гул. В целом, никаких таких вот сильных шумов здесь нет. Ну, и при этом можно примерно понять, как тебя будет слышать собеседник, если, допустим, ты с ним будешь разговаривать, находясь в каком-то торговом центре. Ну, а у нас очередной тест. Тест работы микрофонов OnePlus Buds Pro. Таким образом они звучат на проспекте мира, на этом шумные такой улицы. Одно заценим, насколько они хороши, по крайней мере, теми же Oppo Enterprise 2. Как-то так они работают, шумно. Опять-таки, повторяю, ветра практически нет, но, тем не менее, утро, с тем утра, сейчас все торопятся на работу, поэтому машин очень-очень много. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. При этом на моем смартфоне Nord CE появляется всплывающая анимация, где можно быстро оценить уровень заряда как кейса, так и самих наушников. Главного в паре нет, и ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. Перед подключение в монорежим здесь бесшовное. К сожалению, за такую стоимость производитель почему-то не предлагает нам функцию мультиподключения, и лично я отношу это еще к одному минусу данного устройства. Помимо всего прочего, производителям также заявлена задержка в 94 миллисекунды в игровом сценарии использования. Но функции Pro Gaming, которая бы это обеспечивала и на которые ссылается сам производитель, в приложении и в настройках наушников отсутствует. Возможно, ее добавят с обновлениями, но пока имеем то, что имеем. А именно, в своем игровом тесте в шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил результаты по задержкам в интервале от 240 до 360 миллисекунд, что как ты понимаешь прилично так отличается от заявленных. Наушники имеют класс пылевлагозащиты по стандарту IP55, то есть дождя и пота они не боятся. Но на этом производитель не остановился и получил сертификат еще и на кейс, который также имеет защиту от влаги по стандарту IPX4. Тут конечно попроще, я бы его не стал оставлять под дождем, но тем не менее, защиту кейса вообще мало кто указывает, а тут она официально есть. По стабильности связи наушники имеют также превосходные данные. Со своими тремя смартфонами по Bluetooth 5.1 никаких отвалов соединений я не ловил, и при этом было совершенно не важно в какой локации я находился. Так что по этой части все хорошо. Ну и подводя некий итог могу сказать, что в целом наушники очень годные. Но как-то мог заметить, красной нитью через весь обзор проходила именно слишком завышенная цена. Как по мне при всех их положительных качествах не стоят эти наушники тех денег, что за них хотят. Ни 10 тысяч, ни даже 9. В мультипоинт они не умеют, управления громкостью нет, эквалайзера, пресетов на звук в настройках нет, да и заявленный игровой режим здесь отсутствует, возможно пока, но тем не менее на данный момент его нет. А про этот эксклюзив в виде кодека LHDC для флагманских смартфонов компании я вообще молчу. Конечно к ним добавился сейчас Nord 2, но тем не менее. В общем наушники мне очень понравились, особенно по звуку, и вот когда они будут стоить дешевле 100 баксов, то будут реально топ, ну а пока слишком дорого. Пиши в комментариях, что сам думаешь об этой модели, особенно интересно будет мнение о микрофонах. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok